Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Короны, диадемы, зажимы, замазки, тональный крем, пудра, губная помада, маски. Но у всех у них одно лицо. Одно лицо. Понимаете, о чем я говорю? А мне кажется, мы, женщины, смотримся в зеркало совершенно иначе, чем мужчины. Один мой знакомый говорит, что он видит только подбородок и рот, и то только, когда бреется. То есть он не видит своих глаз, он совсем их не замечает. Понимаете, о чем я говорю? Мне всегда интересно, что видит зеркало, когда рядом с ним никого нет. Сейчас рядом с зеркалом никого нет. Смотрите туда. Вы что-то видите там? Вы ничего не видите? Ладно. Добрый вечер, могу я? Извините, да. Конечно, там слабо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Большое спасибо и до свидания Платить кто будет? Вы должны меня простить, мои деньги остались в пальто, оно висит наверху в ресторане Я должна это понять? Извините, я... Вы не в состоянии это прочитать? Думала, поскольку здесь ресторан, то не учла, что нужно? Я абсолютно обратный ресторан, где никакого не ресторана Я сию же минуту буду здесь Стоять! Я схожу за деньгами и сразу вернусь Теперь я вижу, что вы у меня Я хочу выйти отсюда Сначала заплатить Я ношу кошелек в пальто, оно висит наверху в ресторане Меня это не касается Я прошу вас открыть дверь Сначала заплатить Вы сомнёте у меня? Там же написано Или вы та особа, которая не видит дальше своего носа? Я не слепая Я понимаю, что вам нужно получить ваши деньги И спущусь к вам через минуту с деньгами Кто даст гарантию? Я даю вам гарантию Конечно Я даю вам слово Слово мне не нужно Это слишком много Четвертак за слово Ну хорошо Мы подождём, пока сюда не придёт какая-нибудь другая дама Я не должу в неё Выбирали бы вы Как я Дерьмо За каждое Но вы же получаете свои деньги Я волнуюсь Я не волнуюсь Я абсолютно спокойна Это вы волнуетесь А у меня профессия такая, знаете Людка, пока и вы Но если вы не откроете, сюда никто не сможет попасть Постучат, откроют Как знать Я наверху никого не видела Вот Как знать Придёт ли сюда Та дама Которая вам одолжит Наверху висит моё пальто Верю Верю в пальто Мои деньги Это мы уже говорим Я обещаю вам, что вернусь, если вы меня сейчас выпустите Обещают Да если бы я верила каждому Кто обещал что-то в этой жизни То я навряд ли бы работала здесь Уборщицей Сейчас В туалете Я даю вам моё самое-самое честное слово Мне нужны 25 рублей Не больше и не меньше Хорошо Сейчас мы вместе поднимемся наверх в ресторан И всем сразу станет понятно, как вы усердно работаете И как хорошо считаете Это что же, мне бежать за вами? Это до чего ж мы все докатимся? Если за каждым, кто сделает здесь своё дело Будет бегать уборщицу Из туалета Тогда неплохо было бы получить ещё четвертак А вдруг кто-то захочет воспользоваться туалетом Пока меня не будет Вы пожалеете Гусь-свинье не товарищ Вы что, не слышали? Я сказала, пожалеете В данный момент правда на моей стороне А потом, потом речь пойдёт о вас Нет, о вас Или вы думаете, что я вот это просто так оставлю? На данный момент придётся оставить всё как есть Какой хапку Скандал Да я ещё никогда подобного не встречала Выходит, самое время Да придётся это наконец кто-нибудь! Пожалуй, нет Эй! Меня здесь зомерли! Здесь, где теперь туалеты Раньше был бункер противовоздушной обороны А ресторан наверху Он выглядит престижно А в престижных ресторанах Туалеты Довольно глубоко Если вы меня сейчас выпустите Я дам вам сто рублей Могу я попросить пепельницу? Разумеется Вы присесть у меня можете Спасибо, нет Хорошо, я оставлю вам залог Голова, мне болит голова Она часто палит Вот возьмите Нет, 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 благодарю я за народные следствия Пожалуйста Как вам угодно Эй, откройте! Эй, откройте! Полная звукоизоляция Вы считаете, что это весело? Что у нас здесь полная звукоизоляция Что вы меня здесь заперли! А вот это я не считаю это смешно С вашим лицом, как у вас Мне кажется, вы сошли с ума Тот, у кого 25 рублей Входит и выходит Абсолютно свободно Вот Зменинная кожа Теперь я могу сходить за деньгами? Хороша Как и все то, что истребляется ради моды Вы Вы и все прочие бабы Виновны в том Что самые прекрасные животные на свете Скоро останутся на памяти В красной книге Переберегите ваши банальности Потому что это правда Вы не едите каждый день мясо? Нет Да Господи, с кем я вообще вступаю в дискуссию? Надо же Пояс Безминный кожа Может быть, мне оставить вам за лук кое-что другое? У меня У меня есть сережки Сережки? Мои такие были большими, что оттянули мне мочкой ушей Смотрите Ну что, дорогая шина Желаете? Можете убедиться? Ну, попробуйте Скажите, вы хотите мне поскинуть? Да И что вам с того, что я зазлюсь? А вас это злит? Нет Вот И не надо злиться Ведь это дело каждого Будет он злиться или нет? Вообще, люди очень часто сейчас злятся Я надеюсь, вам известно, что вас можно наказать за то, что вы со мной сделали Я? Вам что-то сделало? Да вы держите меня здесь! А это, между прочим, лишение свободы! 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 Вот о какой свободе вы можете вести речь? Скажите, может ли человек, которого заперли в туалете, быть свободой? Свободы! А теперь, наконец-то, послушайте Да я только и делаю, что слушаю вас Я пришла сюда, в ресторан, не одна Меня наверху шут И? Мое отсутствие бросится в глаза Ну, господин, значит, спустится вниз и будет вас искать Ну, господин, может, так же подумать, что я заезжала? Вы Там Ну, могло случиться так, что перед тем, как я встала, я застала, мы немножко поспорили Из-за споров никто не убегает Спор доводит до конца, а потом с достоинством заканчивают разговоры Могло случиться так, что спор был очень жарким Можно было, например, прекратить, что наложишь на себя руки и после этого убежать Ммм, так это шантаж Можно было сказать, что я лишу себя жизни, если ты мне не поможешь Меня это не касается Да это я убежала оттуда! А, по-моему, только это детство, не более того Наверху висит мое пальто И мои деньги почему-то лежат там в кармане А может, уже не лежат? А если этот господин забрал мое пальто и позвонил мне домой? Так-то лучше Вы так со мной разговариваете? Да я все это время так с вами разговариваю Вы отвратительны Вы издеваетесь, дорогие Да вы просто хотите на мне отыграться за ваши... Да понятия не имею, за что А я-то чем виновата, что вам приходится работать уборщицей в туалете? Если этот господин настоящий кавалер Он спустится вниз и будет вас искать Вы сказали ему, куда идете? Нет А что вы сказали, когда уходили из-за стола? Господи, что вообще говорят, когда идут в туалет? А вы думаете, принято говорить, что я пошла в туалет? А что? Не принято? Я сказала, извини, дорогой, я наберу Да Что, да? Если господин кавалер Он спустится вниз Чтобы посмотреть А в дамский кавалер? Но если он настоящий кавалер, то не спустится Вы знаете, вам нужно было идти в мужской туалет И тогда вы были бы с ним Вместе Что от меня нужно? Четверта И невозможная, отвратительная, тупая выдра Ну, там же написано, сколько мне причитается Время Наверху уже, наверное, все закрыто Ну, ничего Слава Богу Вот так день за днем Проходит День за днем День за днем День за днем А то, что на тебе надета Не длинная белая ночная сорочка А подвенеченное платье И тот, кто сидит рядом с тобой, такой бледный Это по-прежнему Роберт Теперь он твой муж И для тебя, для остальных Ты сказала священнику да Подумала нет Значит, ты солгала? Вокруг снуют официанты Я не вношу официантов В них есть что-то скользкое Мне они подают первые Два-три ревы Извольте, пожалуйста Затем очередь Роберта Извольте, пожалуйста Затем моя мама Она не теряет дочь Она приобретает сына Затем мама Роберта Конечно, у нее мы жить не будем Роберт мыслит современно Я получаю кусок ананаса с красной вишенкой Только я? Нет Просто я первая Важна очередность Кроме того, здесь холодно В этом никто не признается Ресторан дорогой Платил за все папу Роберт меня совсем не замечает Это его день Только он не знает, какой имя Все идет по плану Первый взнос за квартиру Сделан свекровью и папой Хорошая квартира Это надежная тюрьма Альберт и Марта Сидят между дядей Маратом И тетей Софией Марта хотела стать диктором На телевидении Но родителей не позволили И тогда она купила Альберт и квартиру Альберт мне нравится больше Чем Роберт В будущем я этим займусь Мясо было превосходным Говорит кто-то из гостей Пусть невеста улыбнется Зачем? Тебя фотографируют Говорит мама Пожалуйста, посмотрите сюда Голову хочет наклонить И благодарю Да здравствует невеста Как она молодая У нее еще все впереди Невеста пьяная Тетя Поля Носит шляпу с полями Это идея А почему я выхожу замуж Не в шляпе? Но у меня ведь как раз Лицо для шляпы Я буду фотографировать фотографа Но Роберт против Фотограф все еще фотографирует И при каждой вспышке У отца судорожно сжимается желудок Ведь он потом получит счет У фотографа тоже есть столовый прибор Как будто он причастен к событию А это наверное для того Чтобы он не все время фотографировал Папа, умный Ты напилась? Говорит Роберт Тебе не стыдно? А я не до такой степени напилась Чтобы не заметить Что у Альберта на подбородке родинга Макс сказал однажды Что из всех наших одноклассников Альберт единственный С кем не стыдно Сидеть в одном классе Почему он так решил? Во всех поздравительных открытках Написано одно и то же Столько людей, которые нас не любят Пожелали нам счастья Но теперь мы обязательно будем счастливы Иначе просто быть не можем Наш номер расположен на третьем этаже Какой-то человек идет нам навстречу Он целует мне руку А я нестерпимо хочу в туалет Этот человек уважает Роберта Говорит, что его жена рада за нас Еще раз касается моей руки губами На конец дни Роберт пропускает меня вперед В номере запахного помещения Разве этот отель построили для нас? И вообще, почему нужно обязательно в отель? Роберт исчезает в ванной А мне здесь не нравится Я бы сейчас спустилась вниз И что-нибудь съела Но ведь мы только поженились И поэтому мне неприлично спускаться вниз Одной Выпустите меня, пожалуйста Мне не вынести здесь этого ограниченного пространства У меня часто бывают приступы агрофобии Ничего Вы можете мне не поверить Но у меня тоже очень часто были приступы агрофобии раньше Но я к ним прибыль была Человек ко многому может прибыть Я считаю, что это очень несправедливо Что вам приходится выполнять эту неприятную работу Я понимаю вас И по-настоящему вам сочувствую В жизни много печали А вы знаете, я могла бы что-нибудь для вас сделать Найти более подходящее место Мой муж, он имеет влияние в различных кругах Знаете что? Да? Плевать мне на твое сочувствие Вся эта чушь приходит вам в голову Лишь только потому, что вы хотите меня... Знаете ли? Я, между прочим, являюсь участницей движения женщин И в политическом отношении вы кое-чего достигли за последние годы Вот только не надо мне опалить Вот вам как раз и следовало бы интересоваться политикой Я просила, чтобы вы замолчали Я не говорила, что политикой я не интересуюсь А я говорю сейчас именно о политике А я говорю не о политике А о чем же тогда? О вашем сочувствии Одним словом, вы не верите в то, что мне на самом деле жаль Что по сравнению со мной Вы находитесь в невыгодном положении У кого в данный момент ключ? Что вам от меня нужно? Я уже несколько раз вам об этом сказала У меня при себе нет денег Ну, следовало бы взять Хотя бы немного Если бы я еще и курила Вы могли бы взять у меня сигарету Вы знаете, я никогда никого не завидую Посмотрите на меня Вы посмотрите на меня На что я должна посмотреть? Посмотрите хоть раз мне в лицо Именно это я делаю И что? Вы ничего не видите? А что я должна увидеть? Ладно Вот есть люди У которых маленькие глазки и маленький рот Они чаще всего злые Никогда не поймешь То ли они стали злыми Потому что у них маленькие глазки и маленький рот Их никто не любил? Вот потому и не разозлились Вы понимаете, о чем я? Или они стали злыми Потому что им достались маленькие глазки и маленький рот А другие наоборот У них большие глаза и большой рот У этих людей чаще всего доброе сердце Вы посмотрите на меня Вы хоть раз в жизни смотрели в лицо Уборщицы в туалете? Пока еще не имела удовольствия Ну так вот Используйте свой шанс А вы можете надо мной еще посмеяться А хотите? Я останусь здесь на ночь Да? Это того стоит, чтобы остаться здесь на ночь Вам когда-нибудь надо такое испытать? Знаете, я однажды осталась на ночь здесь Просыпаюсь Батюшки Где это я? И тут Господи ты, Боже мой До меня доходит Что там Все закрыто А я здесь Это было удивительное ощущение А потом на рассвете я опять заснула Просыпаюсь Смотрю на часы Вот Уж я опять на работе Скажите, все дело действительно только в том, чтобы вы получили эти проблемы в день Да если бы я знала, что эти деньги так для вас важны Да если бы я знала о вас раньше, я бы вас предупредила Вы знаете, сегодня со мной впервые случилось, что я попала в такое неловкое положение Другие Убарщицы в туалете Они меня беспрепятственно пропускали Туда и обратно Туда и обратно Туда и обратно Хорошая мне добыча, однако, досталась Я бы могла идти домой Я бы могла идти домой Но с вами, ну что же мне делать Мы сейчас вместе с вами идем к метродотелю под предлогом, что мое пальто нельзя больше оставлять в ресторан И он вам все без остатка заплатит Это сумочка, извините, она из минной кожи? Мы идем к метродотелю Нет Почему? Потому что нет метродотеля, он уже ушел домой Но правда наверху все закрыто Остался, наверное, только партия, но он тоже уже спит Это сумочка? Вы хотели бы ее иметь? Я просто спросила, из какой она кожи? Это натуральная, необработанная кожа от бучи Хотите сумочку? Подарок? Пожалуйста Красивая, да? Красивая Вот прям-таки сразу забываю, что эта кожа какой-то бедной косули Я благодарю вас Теперь я могу идти? Нет? Почему? Потому что дверь заперта Не будете ли вы так любезно ее отпереть? Вы же знаете, что не буду? Я обменяла вам на 25 рублей сумку, которая стоит больше 6 тысяч евро Обменяла? Да, обменяла Не подарить? Нет Пардон, это было недоразумение с моей стороны Подождите Я даю вам сумку А вы в качестве ответной любезности Или встречного предложения Отказываетесь от того, что я должна заплатить И отпускаете меня А, рука руку мыет Да Не в моем случае Кстати Мыть ее рук Мне тоже кое-что причитается И в сумме 40 рублей Скажем, 50 Стоять не устали У меня вы можете присесть Спасибо, не нужно Что? Вам плохо? Посмотрите на меня Можно присесть Возьмите Возьмите Это бесплатно Вам это поможет Берите Пейте А сейчас можно было бы рассмеяться Если бы вы имели чувство югора Ты еще будешь удивляться Как мало у меня чувствуешь Да я уже и так Столько времени удивляюсь Ты удивишься еще гораздо больше Вам правда на ногах Долго не выстоять Вы знаете У меня Была одна коллега Она ни одну даму Не пускала в туалет Если у той Не было денег Сущий тиран А вот однажды Она попала в больницу И она Встречает там Такую же Как и она Представляете Медсестру Подумайте Сколько клизм Она получила За период пребывания В больнице А? Больше мне ничего Вам говорить Спасибо за субтитры Мы были не так Что голодны Говорит Когда мы уходили Из машины Я видела черных птиц Интересно Они замерзают В сне Вообще Почему нам надо было Пожениться Именно зимой До того холодно Что мне придется Принять ванну Роберт говорит Что нельзя Принимать ванну На полный желудок Но я же ела Совсем мало Может быть У Роберта Случится Сердечный приступ Пока я в ванне Я медленно Раздеваюсь В отеле Могла бы взорваться Бомба Если очень медленно Погружаться в ванну То вода приятно Щекотит сухую кожу Я лежу до тех пор Пока вода не остынет До красноты Растираю кожу Полотенцем Что еще сделать Чтобы он тем временем Заснул У халата Которая мне шилась В кровь длинные зависти Вас наконец ты Говорит он И сразу же хватается Подарок с бантиком На ощупь находит узел Развязывает его Спрашивает меня Можно ли зажечь свет Отпечатывает Для моей кожи Голючий поцелуй А кожа не может Себя защитить Потому что Когда женщина Не хочет Чтобы ее целовали Она должна Это убедительно Обосновать И если она это сделает То получит еще один поцелуй Потому что Когда женщина Хочет что-то объяснить Это очень трогательно Ведь женщина И женщина Мужчины Просто говорят нет Я говорю нет Игра началась Почему нет? Потому что Я несчастна Роберт Он включает свет Смотрит на меня И находит Что несчастные люди Выглядят иначе Я выключаю свет Он включает Все что я скажу В эту ночь Не трогай меня Я не хочу Дай мне заснуть Я буду сейчас Пошла гулять Одна без тебя Все это не имеет значения Потому что Роберт Опять и опять Включает свет И смотрит на меня И его рука Движется дальше Я ее отталкиваю Роберт говорит Что он представлял Себе это иначе Теперь я уже Больше не могу Говорит нет Но все таки Но все таки От моего мужа Не деревянного Но я кричу Нет Он опять Не зря Со мной Я слышу Как колотится Его сердце Я боюсь Что он заплачет И тогда я буду Мокрая Это его слез Я очень виновата Понимаю Но может быть Он поможет мне Начиная с завтрашнего дня Чтобы мы могли подъявить Эту вину И постепенно освобождаться Опять дышать Друг с другом рядом Мама радуется Моему удачному Замужеству Она говорит Что отец ее не понимает Бабушка говорит Что с дедушкой Она чего только не пережила Папа говорит Что бабушка Дедушка Никогда не понимала Бабушка говорит Что папа должен Уважать маму больше Папа говорит Что мама его не понимает Твой дядь Материалист Твоя мать Строит воздушные замки И твой ум Уже есть характер Говорит бабушка Я спрашиваю Мама Бывает ли такое Что человек Которым имеешь Определенное представление Вдруг меняется Было ли неверно В это представление Или ты сам изменился Я не меняюсь Говорит мама Твой отец Немного изменился Я думаю Что мужчины меняются Только мужчины Когда мама думает Что ее никто не видит У нее опускается Углая рта Ей кажется Что я не слушала Это виновина Виновата Что она так много Говорила И даже поплакала А бабушка говорит Что грусть без причины Приходит часто Но с возрастом Приходит и покой Потому что тот Кто стар Уже ничего Для себя не желает И все И все Чего он не желал Остается позади Это виноват И все Слушательница, так что рассказывайте спокойно. Вы правда будете слушать то, что я буду вам рассказывать? Конечно. Чтобы потом, когда мы подружимся с вами, я могла бы вас отпустить отсюда. Мне правда будет интересно вас послушать. Правда? Правда. Поклянитесь. Поклянусь. Ну надо ж, такой наглости и такой уранья уже давно не видела. Это не вносила. Скажите, вы замуж? Ну скажите. Мой муж и мои дети ждут меня дома, чтобы вы знали, что вы здесь устроены. Сколько? Это вы можете сами себе представить. Как это я могу себе это представить? Вы можете себе представить, каково детям, когда их мать вечером не возвращается домой? Отец не знает, где мать. Я имею ввиду, сколько детей. Трое. А муж, он не знает, где его жена. Хорошенькая семейка, позаботьтесь о своем собственном дерьме. Это моя профессия. Кстати, о собственном дерьме. Кто? Мальчики? Один мальчик. А двое остальные? Девочки. Один мальчик и две девочки. Хорошее сочетание. А муж? 39 лет. Нет, я имею ввиду по специальности. Кто муж? Чиновник. Совсем не предполагают, где вы? Нет. Потому что вы ушли с другим мужчиной. Да. И не сказали мы с кем. Нет. Хорошо. Я имею ввиду один мальчик и две девочки. Это очень хорошее сочетание. А скажите, сколько лет мальчик? Вы знаете, очень хорошо, когда мальчик старше девочки. Я знаю одного мужчину, у которого была старшая сестра. Это откладывает большой отпечаток на жизнь мужчины, если у него старшая сестра. Или если дети плачут дома по матери, это тоже, знаете ли, такой отпечаток может наложить. Вы не работаете. Оставьте меня в покое. Да, вы не выглядите так, как если бы работали. Я занимаюсь домашним хозяйством. Кстати, что вы думаете по этому поводу? По поводу домашнего хозяйства. Ну, профессиональная это деятельность или как? Да плевать мне на это. Ну как же. Вы же участница движения женщины. Что думает социалистическое движение женщин по поводу домашнего хозяйства как профессиональной деятельности? Если вы спросите меня, то я считаю, что домашнее хозяйство это абсолютно профессиональная деятельность. Но, мужчины, они не хотят осознавать, что домашнее хозяйство угнетает женщинам. По вам я это вижу. Ваши нервы. Они не дают вам покоя. Они не дают вам сосредоточиться. Знаете, что я думаю? Это хорошо, что ваш муж остался сегодня один. Пусть он подумает, что вы для него значите. Пусть он сегодня уложит спать сам детей. Это будет для него уроком. Да я хочу выйти отсюда. И пусть в конце концов он задумается, почему его жена уходит ужинать совершенно в груди мужчины. КОНЕЦ Профессия домашняя хозяйка стоит в моем новом паспорте. Лучше бы они написали улитка. Улитка. Волосы крашены, глаза в гарии. Особые приметы не имеют написанного паспорта. Ничего? Их же не видно с первого взгляда. Особые приметы неряшивая, несправедливая, неблагодарная, неумелая, невеселая, недовольная. Не, не, не! На стол накрыть, со стола убрать, посуду помыть, покупки сделать, обед сварить, посуду помыть. Что приготовить на ужин? Триста шестьдесят пять раз в году вопрос. Что приготовить на ужин? Быть или не быть? Сколько стоит сейчас помидоры? Но все-таки ты должна знать, сейчас сезон помидоров или нет. Конечно, у нас есть деньги. Но именно тот, у кого есть деньги, должен научиться экономить. Ничего с тобой не случится, если ты немножко этим поинтересуешься. Сходи на пену, сравни ценный товар. Он прав. Он приносит деньги. Знает, как поступают израильтяне с арабами. Знает, почему в Европе продолжаются басовки. Знает, что он должен делать. И, следовательно, что должна делать я? Зато я опять фрегибна. Но должна же быть хоть какая-то справедливость. Я жду опушки леса. Опять седра машина. Альберт выходит, и мы идем пешком. Можно и в амбулатории. И никогда у Альберта прием больных. Тогда он расстилает перед камином белый плед из овечей шерсти. Марта купила его в Греции. Две подушки из приемной. У нас бутылка водки. Две маленькие хрюмки, сигареты. И мальчукки на его столе. Мы очень долго целуемся. С Робертом я забыла, с каким удовольствием могу кого-то раздевать. Я чувствую себя молодой. Такой обнаженный. Но Альберта совсем немного времени. Иди же. Люблю ли я его тело? Да. Да, я должна это говорить, прежде чем он меня об этом спросит. Да. Мне радостно тебя чувствовать. И все-таки как тебе больше нравится? Этого я не знаю. Наверное, мне с тобой все нравится. Мой муж старает для себя слова, и они достигаются. Мои слаборезы не имеют вид. Ты меня слушаешь, когда я с тобой разговаривал, спрашивая друг друга? Да. О чем ты думаешь? О том, что ты говоришь. Что я сказала? Что сегодня вечером я не должна тебя позорить. И... И что я должна быть приветливой с Альбертом и Мартином. И... И разговорчивой. Дальше. Иди сюда, говорит он, говорит, дай я тебя поцелую. Он меня гладит и хорвалит. Не будь такой слова, а взорвуй меня как следует. Растегни блузку, посмотри мне в глаза. Поцелуй на меня. Раньше он говорил, это не так глупо. Вероятно, тогда я целовала его по своей воле. Я представляю себе, что я снимаю эпизод в кино. Это как все как промокают. Звук на то, как отроговестия в лазу. Жанна, что будет с души. Он расстегивает свою синтетическую ложку, бросает ее на пол, становится похожим на старого пластикового. Он не из головы не выходит эта рубашка. Да что, мне придется ее стирать? Да, но для него это сейчас не имеет значения. А у меня на бедрах очень чувствительная кожа. То, что вы делаете, это стык линия трупа. Я продолжаю думать о Башке, так как он мне придется и стирать, и стирать. И гладить. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, позвольте мне уйти. Ну вы что, вы больше ни о чем не можете думать. Это не выходит у вас из головы, да? Что вы должны сидеть здесь со мной. Это вам не нравится? Правда? Что вам с того, что я здесь застряла? Но вы бы могли его поболтать со мной. Или поработать. Отработать. Отработать. Ну, тогда рассмейтесь. Ну, разочек, рассмейтесь. По-настоящему. Ну, раз, можете, рассмейтесь. Не вижу причины. Вы знаете, вам еще в одном со мной повезут. За что? Да. У меня есть коллега, она сущий тиран. Она ни одну женщину не пускает в туалет, если у той нет денег. Вот мочи терпеть нет. Нет денег, нет облегчения. Сказываю точку. Вы будете смеяться, но мне опять нужно. Что вам нужно? Ну, туда. А что ж тут смешно? Вы должны будете опять 25 рублей. Вы, однако, убыточное предприятие. Хорошо. Я подумаю. Я вас пущу в туалет, но при одном условии. При каком условии? Рассмейтесь. Разочек. Ну, хотя бы разочек. По-настоящему. Искренне. Давайте. Вы можете. Попробуйте. Ну. Давайте попробуем вместе. Пойдем. Пойдем. Мы должны сейчас не смеяться с вами. Здесь. Здесь. Вы должны не смеяться. Тогда вы пущу в туалет. Смейте, смейте. Смейте. Смейте-смейте. Ну. Пошли, пошли, опа, правая, левая, и смешок, ха-ха-ха. Пошли, сейчас будет холод, вокруг, и... И... ногой, правой, опа, активней, теперь делай. Рука, опа, фух, барабаны. 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 Давайте попробуем. Ну, вдох. Знаете, это народная такая гимнастика. Вдох, вдох, вдох. Выдох. Сюда. Вверх. Ну, да. Нас никто не обижает. Ну, нас следите нормально, какой транс. Ну, так лучше? Сойдёт. Но вы же знаете, что это никак. Так, ну мне ведь нужно туда, туда-оттуда вы меня совсем запутали. Одиночная камера! Фауст, танцую с молодой. Я видела яблони во сне, но редки полюбились мне. Два спелых яблока в соку, я влез за ними по соку. Красавица! Вам, Ева-мать, внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки у меня. Мефистофель танцует со старухой. Я видела любопытный сон, ствол дерева был расщеплен. Такой сладкой шла кора, что мне понравилась страсть. Старуха! Ювезник с конской ногой, выволокита прудумной. Готовьте подходящий кол, чтоб залечить плистый ствол. Ух! Задобровидец! Проклятая безмозглая орда! Доказано, как будто всесторонне. У духов нет конечностей. Тогда зачем вы ходите вот в этом котелье? Надо же! Ключи от окна у меня. Будьте осторожны. Красавица танцует, чтоб съелся он на наш невинный бал. Когда-то... Ну, друзья! Что ж это такое... Ну, вы же не ребенок. Ну, расплачьтесь вы хоть раз. По-настоящему! Неужели это так сложно? Я вас выпущу потом отсюда. Хорошего же вы в себе поклонника приобрели Который заставляет вас такие чудеса вытворять На помощь Я сама удивляюсь, почему никто не идет По-разному бывает Сегодня больше, завтра меньше Послезавтра вообще никого Так значит с вашим господином, другом вы фассорились, да? А из-за чего? Можно спросить Никогда не понимал Если есть проблемы с мужем То зачем еще от него бежать к любовнику? Мне так плохо Так плохо Я так больше не могу 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 Кроме того, все говорят, что они не понимают Почему ты не хочешь подать себя в более выгодном свете? Роберт Мы окружены говорителями и думателями Единственный человек, который не всегда получает ответы И который задает тебе истинные вопросы Это я Осторожней пользуйся косметикой И говорите же И не знаю, что наша жизнь И говорите и вообще не правда Что наша жизнь слишком монотонна Разнообразие существует Понедельник Вторник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота Воскресенье Понедельник в тесном кругу был человек из министерства Вторник четверо из муниципалитета Среда профессор высшей школы Четверг Роберт помог секретарше надеть пальто Вокзалы Люди не любят вокзалы Холодные и лепкие вокзалы Жизнь она именно такая Жизнь это более короткое или более длинное ожидание Жизнь слишком длинна, чтобы ее, чтобы ее, чтобы ее Жизнь слишком коротка, любовь моя Не следует принимать не все серьезнее Ты слишком легко все в себя убираешь Кто-то читает здесь газету Где-то турки воюют с яйцами Помогите сирийцам против турок Помогите европейцам против европейцев Страдает от депрессии, написано дальше Балаот теперь приносит двадцать семь Сему убийств Что-то делать Теперь ты наконец должна что-то делать Причиняй кому-то больно что-нибудь делай Выбери себе религию-партию Почитай эту хорошую книгу Смотри во дно Поезд проходит мимо коров, коровы Будут существовать каждый день Самку волк обжирает своего самца после завокупления Человек нет подобия божьей Не бойся Пока существуют люди Ты должна бояться Пока существуют люди Как все прошло Вот спрашивает Роберт Который стоит с умацом В две минуты Дорого 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У вас что-то на душе Та, которая так плачет, что ты есть на душе Знаете, что я думаю? Вам нужно вымлакаться Вот я часто хожу в кино А почему? Чтобы поплакать Я человек, у которого нет больше слез Только в кино Вы знаете, мне бывает так часто плохо, что внутри от груди до затылка так все зажмет Я не могу объяснить, что это так И заплакать не могу Скорее меня разорвет, чем я заплачу Вы слышите меня? Вы плачете, плачете Ты сам потом понимаешь Как намного легче, когда ты плачешь И вы это потом поймете Когда все будет позади Плачьте, плачьте У каждого из нас что-то есть на сердце Но кто об этом станет говорить? Никто Каждый скрывает свою причину Кто станет так быстренько плакать, например? Как вы Вы плачете Плачете, плачете Плачете Мои дни Нас никто не видит А вы плачете Вы плачете Вы плачете Сразу До конца После никогда не будет, как прежде Плачете Вы знаете Мне кажется, вам еще немного нужно помочь Так что там с вашим другом? Вас кто-то обидит Тот, кто вам очень долго Вас не любит ваш муж? Или вы больше его не любите? Потому что у него много работы Да? Да А вы ничего не понимаете в его работе Я права У него есть подруга? Наверняка Такая, которой все будет нравиться Потому что она хочет его заполучить А мы становимся очень изобретательны, когда хотим заполучить мужчину Женщины очень изобретательны, когда хотят заполучить мужчину в соседи А он тоже, ему все будет нравиться Но потом Потом каждый заплатит друг другу сполна Вы плачете Плачете Вы потом поймете И почувствуете Как заново родились Вы же заново не знаете, почему я плачу А разве я утверждала, что знаю? Нет Я ничего этого не утверждала А просто подумала Что вы очень печально Как и тогда Когда вошли сюда в первый раз Что вам немного нужно помочь Только чуть-чуть Ведь не каждый осознает, что у него внутри печаль А жизнь иногда так накатит Одна плюха, другая, третья А мы, мы как благородные люди, должны держаться за избитые поговорки Все проходит Значит, это пройдет Время лечит рано А потому мы имеем право показывать Рубцы После дождя Светит солнце А потому мы должны Снять мокрую одежду И надеть сухую А знаете, что я вам скажу? Есть люди, которые уже приходят в этот мир, припевая зубы Им хорошо, они счастливы Они ничего не чувствуют Но им не достается ни капельки солнечного тепла Человек, у которого толстая кожа Он не чувствует боли Он не чувствует, когда его бьют Но он не чувствует, когда его и гладят Стойте! Стойте! Перестаньте красить лицо Выйдите к людям на улице хоть раз со своим истинным лицом Что вам с того, чтобы накрасить и щеки? То, что у вас будут блестеть глаза от краски Когда внутри у вас все черно На свете слишком мало черных лиц Да если бы каждый из нас вышел со своим истинным лицом на улицу То мир был бы немного лучше А теперь можете красить Да-да, приведите себя в порядок Это будет вам стоить 25 рублей Как вы уже знаете Если вы пойдете домой с таким лицом То я выпущу вас отсюда Я не могу такой Только такой ты можешь идти домой Только такой, как ты есть сейчас Тебя должны все видеть Господи Как мне надоели эти бабы Которые мечутся от плозеток в зеркал Красят себе морды Окрашивают себе глаза, губы И так изо дня в день Из года в год А я должна на все это смотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Идите домой Кто знает Женка не будущ О, я дверней, Боже Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому КОНЕЦ 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 Тем, кто нам помогал, кто верил в нелегкую ситуацию, в которой мы оказались, Отдел культуры помог. Алистер Лазаревич делает мой низкий поклон. Человеку величайшей души, Александру, который сделал все возможное. Мы вчера сыграли, мы два дня подряд играем на разных площадках. И даже не знаем, как получилось. На самом деле просто хотелось бы от вас что-то услышать. Но сегодня у нас получился другой финал. Он всегда разный. Мы сами не знаем, чем эта история все закончится. Спасибо Светлане Николаевне, спасибо нашему дорогому музыкальному руководителю. Вы тоже внесли клетку в этот процесс. Огромная благодарность нашему композитору. Ну выйдите на сцену. Борис Сухарян, собственно, вы знаете. Потому что эта история, наверное, имела бы совершенно другой вид, без той музыки. Да, без той музыки, это очень важно. Да, очень важно. Большое спасибо всем, кто пришел в этих условиях погодных. Сегодня я в церкви просто была и не пошла. Потому что я вчера видела, говорила там всем, кому. Ну, прошла туда, там не ко мне. Ну, сказали, что здесь. Сегодня вам потеплее, конечно. Вчера было как бы побольше народу. Ну, сегодня игралось легче. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо, да. Спасибо всем, кто в нас поверил в этот проект. Потому что он, действительно, наверное, никогда бы не состоялся. Если бы не было такой поддержки. Мы сделали такой эксперимент. Ну, впервые, на самом деле. Ну, я думаю, что что-то получилось. Спасибо, да.